Так, мы покинулись Покен, мы в соседнем штате Айдахоу, и мы по направлению к горнолыжной базе, называется Сильвер Маунтэн. Подъезжаем мы к горнолыжной базе, вот там как раз такая белая дорога. В горах вы видите, это маршрут, по которому ездят вот эти кабинки, гондолы, как они здесь называются. И здесь слева находятся, значит, гостиницы, водяной парк и справа парковка. Скажем до свидания машинке и направляемся вот здесь через дорогу. Вон там я буду садиться по вот этой дороге, вверх, 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 вверх. Вон там, если видно, белая дорога в горах. По ней мы доедем до уже непосредственно, как они называют, горный домик. Справа кассы, слева будем садиться. заходите. Ага. Сколько людей можно купить в гаммала? 8 Спросил я его сколько сюда поместится Он сказал 8 Я говорю, а больше влезет? Он говорит Нет, говорит Братец, гондола же тебе не резиновая И громко-громко засмеялся Шучу я, ничего он этого не сказал Человек приличнее меня На 8 я не знаю Давайте считать Считаем, значит Попами 1 2 3 3,5 копы С одной стороны и с другой стороны Вот эта парковка Осталась и Непосредственно уже Гостиница и весь комплекс Так Итого 7 человек Ну ладно Значит нам предстоит ехать вон туда вверх И Здесь можно Возьмите 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 Городочек Деревушечка Красота Красота Снег тает Здесь Сноуборд снаружи Когда-то мы ехали Здесь был такой Сильный ветер Они шатались Бум-бум-бум Туда-сюда Туда-сюда И с нами Ехала Ехала работница И мы спрашиваем А что будет если Сноуборд Вот так вот упадет Она говорит В прошлом году Было и позапрошлом Было Компания восстанавливает Этот Снежная Горнолыжная база Восстанавливает Никто наверное не пойдет Искать его Вот здесь в деревушке Если бы Кому-нибудь упал В огород Сноуборд Вот счастье бы Привалило Такая красота Всегда смотрю с высоты И у меня Такое Желание У нас На нос давят Надо убрать Я вырос В Киргизии В городе И недалеко от места Где я жил У нас Построили 12-ти этаж На тот момент По-моему Самое высокое Здание В городе И Мы с пацанами Туда Ходили Специально для того Чтобы сверху Поплевать Так было интересно Наблюдать Вот Orion Вот у меня Они Не будут Поплевать то я не буду Конечно Но искушение велико Старенькие домики б г г Г Г Б 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 its Ой 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 как шумно ну что мы буквально в нескольких сотен метров от уже база непосредственно где можно взять в рент оборудование также можно и покушать из кафетерия я просто пользуясь случаем хочу показать вот эту вершину где как раз таки случился как его стыдовое слово забывают всякий раз хочу сказать снегопад короче вспомню скажу лавина в лавина значит вон там есть лифт вот оттуда можно доехать я не знаю видно его на камере нет а вот на ту вершину пробраться нужно уже пешком идти потом вон там вот спускаться и как раз таки там и случилось в той стороне случилась лавина 7 человек засыпало трое из которых погибло четверо спаслось вот так рискованный спорт вот здесь внизу мы проезжаем где парк находится с различными трамплинами будет видео о том как мой сын илюша проехал меня это не очень привлекает вы уже включу непосредственно на высадке въезжаем горный домик как его называют если я немножко покажу как выглядит внутри мы приехали с этой стороны у нас находится магазин таких и кроме магазина здесь находится рентал где можно взять сноуборд или лыжи бутсы крепления все что угодно он говорит 35 долларов чтобы покататься на сноуборде вот магазинчик здесь значит можно купить лыжи бутсы неплохие бренды очков все оборудование тяске сноуборды перчатки все что душе угодно вот собственно говоря карта этого резорта вот сюда был подниматься сильвер бэлт моя любимая трасса с этой стороны уже у нас есть кафе ресторан туалеты находятся с этой стороны здесь у нас туалеты вот здесь у нас кафе и сверху по лестнице ресторан когда мы ехали на гондоле я показывал место где случился этот лавина сошла и семь человек погибло это вот как раз вот это место вот до сюда доезжаешь на лифте это лифт номер четыре и народ туда уезжает на различного на различные сложности трассы да а чтоб туда добраться туда уже вот только пешим надо идти и там тоже различные трассы и короче говоря эта часть была закрыта туда нельзя было идти пешком из-за того что возможность случится лавины но народ тем не менее пошли и трое из семи погибли как я уже сказал ну чё я нахожусь на келок пик и мы сейчас будем ехать по маршруту который называется сильвер бэл один из моих любимых вау Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кайф! Сноубординг! Это вообще... Я вам скажу... Это просто супер! По секрету скажу, что... Сноубординг мое второе самое любимое занятие на земле! Так, ну чё? Ещё рывок до лифта! Уху! Поехали! Супер! Это лифт номер 3. Хорош сидеть на печке и жопу греть, ребята. Давай одевайтесь и все в горы. Встаем на лыжи. Управляюсь я в столовую. Вот этому, так сказать, не знаю как сказать даже. Короче туда, куда гондола приезжает и все понты происходят. Здесь есть вот такая стоянка для оборудования. Просто оставляешь в надежде, что никто не возьмет. Здесь еще хорошо. Еще один момент, что можно свободно оставить. И получается, что даже если возьмут его, то им нужно на гондоле спускаться, что около 15-20 минут. И ты звонишь и там уже внизу, так сказать, встретят вора. Так что очень безопасно оставлять просто вот так на улице. Оборудование у людей бывает и не дешевое, и дорогое. Ну так что, пойдем посмотрим в столовой, чем народ здесь травит. Да и сами отравимся уже в 12 часов. Ну короче, получается, что просто, как они говорят, ресторан. Ну тут ресторанишка. Хотя, в принципе, ну тут вот все такое, там гамбургер, чиз. Просто американская, да. Вот здесь на второй этаж подъем, там уже официант приходит и так далее. Уже более как бы ресторан. Ну, сейчас пойдем посмотрим, что нужно взять, покушать. Взял картошку и чизбургер. Посмотрим, что-то. Ну, рассыпал его. Надо закинуть чуть-чуть петчиком сходить. Такая типичная еда. Это я с собой привез. Это у меня немножко виски и напиток. Здесь интересный вид. Такие сосуленцы. Как раз вот где гондолы приезжают в этот резорт, базу. И вот вид с окна. Главное, там внизу не ходить. Наблюдение из жизни деревьев горных. Все елки как елки, да. А вот это вот модница. Посмотрите. Золото, бриллианты, лифчики даже, колготки. Колготки, все что хочешь, браслеты. Не, ну что поделать, а? Все елки как елки. Как всегда найдется одна. Ну, посмотрите какая красота вокруг. Ну, это же просто супер. Вообще. Лучше гор могут быть только гор. Красота. Красота. Не описывай. Воздух свежий. Сегодня тепло. Наверное, градуса, может быть даже около нуля. Воздух. 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 Улыбка. Воздух. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...